Приветище! Это мой бомжавский супермаркет в Бичовском районе, где никого нет, кругом мусор, говнище и вообще всё плохо. Эй-эй, заходите ко мне в супермаркет! Бомжары, блин, несчастные. Так, чтобы как-то попривлекательнее быть, я снижу цены на пасту по 3 доллара. Мне кажется, это хорошая цена. Я сегодня добрый, поэтому цена снижается. Ты мне не нравишься, уходи отсюда! Зачем ты купюры принесла? Чтобы отбить желание у неё покупать у меня что-то. Нет, ладно, я не буду таким злым. Барышня, вот и вы со своими купюрами очередь образовали. Забирайте свои монеты и уходите. Что-то попёрло как-то сегодня. Чё так много народа. Спасибо вам за карточку, вы прекрасны. Заходите к нам ещё. Карточка есть? Надо тут табличку поставить. Обслуживание по карточкам. У кого купюры пошли все лесом. Так. Иди, ф***! О, вот эту барышню я ещё не видел. Но у неё лысина там проглядывается. Смотри, вон лысина. Это парик. Ты чё, с париком ходишь? Опять ты вернулась. Я тебе чё, понравился, что ли? Чё ты ко мне захаживаешь? Я сегодня с кассы вообще никуда не уходил. У тебя чё, есть близняшка? Ты обернись, ты посмотри. У меня деживю. У меня раздвоение глаз, походу. Рассечение сетчатки происходит. О, при освещении всё другими красками заиграло. Здорово опять. Ты только что ушла, но снова вернулась. Ну вот и... Все полки распроданы. Надо бы их переместить. Ты у нас переезжаешь. Да, это шикарно. Я ж пролезаешь. Чтобы сюда пройти, надо вот так вот. Сюда только пройдут тощие. В общем, я решил тут всё переиграть. Смотри, у меня будет компьютерный клуб. Только надо это всё сделать так, чтобы они в магазин внутрь заходили, блуждали тут. Типа вот таким вот макаром. Здесь стеночку надо выстроить. Ну и кассу я поставлю вот таким вот образом. Это, конечно, глупо, потому что тут будут проходить посетители. Они могут залезть ко мне в кассу, засранцы. Но я буду стоять здесь и бдить. Вроде бы всё ок. Мне нравится моё расположение. Посмотрим, как это будет работать. Покупаем ещё одну полку. Всё, короче, я всего напокупал. Тут список огроменный. Ничего себе, у меня тут башенка из коробок. А я достиг третьего уровня. Но я потратил 200 баксов на стеллаж. И теперь не могу купить лицензию. Но ничего, за сегодня я заработаю на лицензию. Я встаю на позицию охранника. То есть я сразу и охранник, и кассир. И жду первых своих посетителей. Здорово, здравствуйте, заходите, порубайте в компик. Э, ты что творишь? Ты мою систему сломал? Как это так? Как ты через стенку-то взял? Ты что, шаман, что ли? Тумба-юмба? Или как тебя там? Ладно, пофиг. Пробиваем товар. Куда ты карточку-то даёшь? Я здесь нахожусь вообще-то. Ещё один такой же пришёл. А чё вы в очередь не встаёте? Чё вы вдруг в друга-то вошли? Что это какая-то мистика происходит? И ты тоже так же карточку подаёшь. Всё понятно. Есть какие-то определённые сложности. У этих людей. Да прекращайте вы! Логику магазина поломали. Китайозы недоделанные. Вы чё, не американцы, что ли? Или как? 16 баксов. Ладно, хоть карточками расплачивать. Ещё один бомжара пришёл. А чё ты в свитере? Там вроде не зима. Пойду гляну, чё у меня тут на полках-то. А то я же даже отсюда-то и не вижу. Как оно там? Чё там оно? Выходит, что кассу можно, в принципе, тогда и развернуть. Тогда будет легче. Как-то. А вот теперь они пошли покупать продукты нормально. В таком случае я просто им сейчас выход забаррикадирую. Вот. Как вы будете? Они прямо через кассу проходят. Ну ладно, ладно. Ходите так, раз вам удобно. Смотри, вон, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Хлебыш. И через текстуру. Ну хотя бы они в очередь. Интересно, если очередь будет ещё больше. Она в стенку уйдёт или как? Я вот подумал, а чё будет, чё будет, если я вообще просто перекрою выход и вход в магазин. Вот таким вот образом. Я беру у вас заложники. Всё, вы отсюда не выйдете никогда. А почему вы все в белом? Вот врач, конечно, попался. У неё следы от собаки. Смотри, это ветеринар, походу. Опа. Очередь в стенку не уходит. Они друг в друга входят. А ты что там встал? Там кто-то встал, короче. Я не вижу, кто с пакетом стоит. Бедолага. Пакет вон светится. Ладно, давай пробьём, короче, весь товар. Посмотрим, чем это всё закончится по итогу. Обслужил клиентку и тут хаба, мука с маслом. Сами по себе. Видимо, клиенты мои оттуда кидают на кассу товар. А деньги-то мне кто даст? Подождите, я свет включу, а то ещё-то как-то не видно ни шиша. Ой, а мне что, теперь за деньгами бегать сюда что-то? Ладно, так уж и быть, я стеллаж уберу. Я всё равно деньги не смог бы взять через стенку. Толпа зомбарей хлынула на кассу. А я могу вот так вот раскладывать? Тьфу ты, ёлки. А я тут, знаешь, понимаешь ли, бегаю, пытаюсь там как-то что-то красивенько расставить. А у меня что красивенько? Я через стенку буду выставлять товары. Так, мусор этот, надо с ним что-то делать. Я думаю, что его просто надо закидывать поглубже. Мусорка это не моё, я не люблю загаживать улицы. Я лучше буду загаживать свой магазин. А то тут и так, вон, смотри, что это такое вообще? Некрасиво. Я понял, что если вот касса здесь стоит, клиенты проходят вглубь, чего я и добивался. Поэтому я ещё один стеллаж ставлю таким же образом. А кассу поставлю вот здесь. Как раз место норм, проходить здесь, расплачиваться вообще как надо. Коробки сейчас поглубже туда закину. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Я вас раньше не встречал, вы новенький. А, порванный жилет. Хотя там другой чел был. Так, закупается, всё, к кассе подходите. Вам коробки там не мешают? Ничего, нормально всё? Смотрите, не споткнитесь. Очень дорогой хлеб. Хлеб, значит, в цене понизим чуть-чуть. Не вопрос. Мы решим эту проблему, мадам. Только не уходите от нас. Мы дорожим своей репутацией. Что там? О, прилично закупились. Несмотря на то, что у нас дорогой хлеб. Прикольно. Я не замечал, что они нагибаться умеют. Надо, короче, протестировать, что будет, если я коробки прямо возле стеллажей накидаю. Как они будут через них пробираться вообще? В принципе, ходят. Вроде ничего. Коробки, кстати, на стеллаже. Смотри, как залетают. Товарищ, лови шапку новую. Картонная называется. Ну, короче, как бы коробки это вообще не помеха для моих покупателей. Так что можно тут засирать весь магазин. Интересно, а у меня будут посетители бабушки коротенькие? Ну, в смысле маленькие, которые не достают до верхних полок и будут других клиентов просить достать им что-то оттуда. У нас уже 246 баксов. Я побежал покупать лицензию на бухалишка. Шутка. Бухла, по-моему, там не было. Где вообще? Вот что мы можем себе позволить. Лицензия на товар. Бутылированная вода. Покупаем. Слушай, ну это похоже на какой-то бомж-магазинчик вообще. Некрасиво, неприятно, но ради эксперимента это стоит потерпеть. День закончился, мне теперь нужно купить холодос. Вот, за 200 баксов. А мне на него не хватает, извините. Зараза, для воды, оказывается, тоже холодильник нужен. А что, не охлажденную воду комнатной температуры нельзя продавать, что ли? Какая-то дискриминация воды. Зато мы открыты, заходите. Боже мой, через стекло тут вообще бардак. Я забыл на... Хватит брать! Магазин закрыт. Магазин закрыт. Закрыт. Она столько пачек кофе взяла. Дырявая моя башка. Ну, я лоханулся, конечно. Ну, по крайней мере, по себестоимости продам ей. Ничего, деньги вернутся. Чувак, тебя там все вообще устраивает. Ты что-то, по-моему, запутался там, да, в коробках. Что-то там мелькаешь, там мешкаешь. Женщина, помогите вон тому мужчине. Он явно растерян. Он что-то там не может найти. О, привет! Ты что, перекрасилась? У тебя волосы даже не глючат. У тебя так больше идет. Чаечек черный взяла? А ты, случайно, не черным чаем волосы красишь? Мужик, ну хватит там уже ковыряться. Давай быстрее. О, еще один. Такой же пришел. Если они там вдвоем воткнут, то это будет печаль. Не, ну это же издевательство. Серьезно? Вы уже вдвоем тут торчите? Два дебила, это сила. Окей. Спасибо за покупку, приходите к нам еще. У вас яиц нет, я больше не приду. Женщина, ну вы-то куда? Вы-то зачем здесь заперлись с этими дубинами? Я думал, что женщины поумнее будут. Видимо, нифига. Дед, аккуратней там. Черт, черный чай слишком дорог для меня. Фух, он выбрался оттуда, красавчик. Поздравляю вас, вы смогли выбраться из той ловушки. Ребят, ну вы че? Вас там уже четверо. Да с ума сойти, у них там походу вечеринка, два на два. Я вообще-то из-за вас магазин не могу закрыть. Если сегодня ночью по телеканалам будут крутить новости, что потерялись четыре человека без вести, то это не я. Я пошел магазин закрывать. Прибыль составила 51 доллар. Нормально, жить будем. Молоко упало в цене, кофе поднялось. Так, эти чудики ушли все-таки отсюда. Наверное, их МЧСники спасли. А я могу позволить себе купить холодильник. Чем я сейчас и займусь. Вот. Говорят, ты не можешь купить себе холодильник, потому что у тебя на доставку не хватает. Да е-мое. Я давненько, кстати, счета не проверял. Че там вообще? Я денег должен за четыре дня. Ну, благо тут совсем по доллару накопилось. Оплачиваем, че? Я еще и за аренду должен платить. Я думал, это мое заведение. Вы че с меня, как с коровы молоко дойте эти деньги? Вот и нет у меня этих 200 долларов. У меня осталось 116. Обосраться, сколько у меня тут уже коробок, это жесть. Решил прибрать это все в один угол и ошалел. Интересно, а если касса будет забита вот этими коробками? А, я-то не могу сквозь них ходить. Зато в кассу встал. Можно и так обслуживать посетителей. Надо придумать новый челлендж для своих покупателей, чтобы им интересно было возвращаться в мой магазин. Ну вот. Вот это нормально. Попробуй доберись до дальних полок. Вот это челлендж. Есть, короче, манеж для детей с шариками, куда они заныривают и в этих шариках купаются. А у меня будет картонный манеж для взрослых. Добрый день, заходите, попробуйте новый аттракцион из коробок. Чувак, ты так уверенно идешь сюда. Ну-ка, давай. Давай, зайди. Для меня слишком дорогая цена на масло. Чувак, я тебя не вижу, ты скрылся в коробках. Боже мой, выходи оттуда. Не нашел, сэр, черт. Наверное, ты не нашел, потому что нифига там не видно. О, женщина, женщина, давай. Мужик не справился. Посмотрим, справится ли тетка. Заходи. О, паньки, черный чай для меня слишком дорог. Ладно, я цены снижу. Ты что-нибудь там купил? О, она чуки-пики берет. Норм, и масло взяла. Ты будешь чуки-пики маслом заливать? Короче, женщина оказалась проворнее. Она справилась с коробками и взяла товар, который захотела. Возвращайтесь к нам обратно. Бутилированную воду завези, козлина. Ну зачем так грубо-то? Я же ради вас старался. О, бабушка пришла, смотри, как она там наворачивает. Бабкам вообще на все пофиг. Они с тележками и без тележек вообще такие прорывные. Еще один испытуемый. Смотри, нахонырил чай. Ну он, короче, вглубь решил не заходить. Он тут сбоку по лайту. Джентльмен к нам пришел с бабочкой. Прошу. Тоже сбоку. Да ты вглубь зайди, елки-палки. Надо еще больше. О, 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 о. Для меня слишком дорогая цена на сахар. Пойду на сахар ценник снижу. Блин, до сахара не добраться. Бабуля, ты снова вернулась? Тебе понравился мой челлендж? Бабка ушла и бабка пришла. Походу, мой Максик привлекает бабулек. Их слишком много стало. И агентов Джеймс Бондов. Еще одна бабка. Да вы издеваетесь. Сегодня бабкин день, походу. У меня уже 262 доллара. Пора прикупить холодос и наконец-то выгрузить в него водичку. Дайте, дайте, дайте. О, вот это коробочка. Вот это коробище. Холодильник у нас отправляется вот сюда. Вот так вот. А коробка с водой где у нас? Вот она. Все, теперь у нас есть бутилированная водичка. Охлажденная. Стой, 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 стой. Скотина, я еще цену даже не выстоял. Блин. Цена на воду 5 долларов. Знаешь, в чем проблема? В том, что я закрыл переключатель света. И мне теперь свет не включить. Зараза, я не подумал об этом. Здравствуйте, здравствуйте. Извините, что у нас так темно. Но это даже кринжово как-то немножечко, да? С коробочками и в темноте. Но вы не переживайте. Мы скоро все поправим. Мы сделаем еще хуже. Ура! Мы всех обслужили. День закончился. И на этом, пожалуй, все. Если тебе понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписочку. Если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok